Беларусь создаст в Ставрополе мультибрендовый торгово-сервисный центр. О реализации совместных проектов шла речь во время встречи главы государства с губернатором этого российского региона. Товарооборот по итогам 2023-го вырос более чем на 75%. Положительная динамика и в этом году. По итогам 8 месяцев 130% роста. Но резервы есть и точек для успешного сотрудничества немало. Это совместное производство, расширение поставок техники и продовольствия, сотрудничество ВПК. Ставропольский край, как известно, житница. Беларусам интересны проекты в области садоводства и селекции плодовых культур. Ставропольцы заинтересованы в беларусской технике. Успехи, безусловно, есть. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры торговой статистики. Тем не менее, я полагаю, что мы до сих пор не задействовали значительную часть нашего потенциала для расширения сотрудничества. Говоря о нашем сотрудничестве в сфере промышленности, хочу отметить большой объем беларусской сельхозтехники, используемой в вашем крае. Как вы отметили, принимая у себя две недели назад нашего посла, по тракторам это 56%, по комбайнам почти 10%. Но у нас с вами большие планы. Мы решили серьезнее закрепиться на юге России, имеющем преимущественно сельскохозяйственную специализацию экономики, и создать в Ставрополье мультибрендовый торгово-сервисный центр. Он позволит вашим аграриям и коммунальщикам лучше познакомиться со всем ассортиментом продукции беларусских производителей, и приобрести без лишних посредников интересующие машины, своевременно получить профессиональные сервисные услуги. Помимо поставок сельхозтехники, мы заинтересованы и готовы участвовать в модернизации парков пассажирской, специальной коммунальной техники. В прошлый раз мы с вами обсуждали возможность создания на Ставрополье совместных производств. Откровенно говоря, они очень продвинулись, но это тема не только для обсуждения, но и движения в этом направлении. Я предлагаю поручить правительствам до конца года внести конкретные предложения по организации в регионе производства отдельных видов машиностроительной продукции. Еще одно направление – туризм. Пятигорск, Кисловодск, Ясентуки – знаменитые курорты с минеральными водами. В планах активизировать прямые контакты между санаториями. Белорусы готовы принимать участие в развитии инфраструктуры курортной зоны, поставлять в регион деревянные каркасно-панельные конструкции, эко-мебель для гостевых домов и отелей. Способствовать развитию туризма будет и прямой авиарейс между Минском и минеральными водами. В планах восстановление воздушного маршрута. Еще одна тема – общие усилия в вопросах патриотического воспитания молодежи и сохранения памяти о событиях, связанных с Великой Отечественной войной. Глубоко символично. Утром губернатор Ставропольского края возложил венок к монументу Победы в Минске. В 18 лет она попала на фронт. Прошла путь от рядового до сержанта. Участвовала в наступательной операции на Берлин. Победу встретила в Праге. Валентина Баранова сегодня отмечает столетний юбилей. Ветеран Великой Отечественной войны. Фронтовая связистка до сих пор ведет активный образ жизни. Участвует в работе Совета ветеранов Грудной и является настоящим примером для молодежи. С юбилеем Валентину Петровну поздравил президент Беларуси. Являясь хранителем и проповедником исторической правды, вы доносите ее до поколений, не познавших ужасов войны. Обладая жизненной мудростью и исключительным обаянием, несете в общество идеи любви, добра и справедливости. Будучи ярким представителем поколения победителей, вы продолжаете вести активную деятельность на заслуженном отдыхе. Валентина Баранова – почетный гражданин Гродно. Она служит настоящим примером мудрости и жизненного опыта, твердости характера и неиссякаемой энергии. Ветеран с удовольствием участвует во всех городских мероприятиях, встречается со школьниками и студентами и всегда рассказывает о своей пройденной тысяче военных дорог, о подвиге советских людей. Валентина Петровна не устает повторять, что хоть по рождению русская сибирячка, но в душе настоящая белорусская. Город Доднеманом и наша страна стали для нее второй родиной. И сегодня в честь «Человека-легенды» звучат фанфары, творческие коллективы шлют музыкальные открытки, а руководство города и молодежь не скупятся на добрые слова. Из моего поколения, рожденные в 22, 23, 24 годах, из тех, кто пошел на фронт, назад вернулись только трое из ста. Я дала себе слово, что я теперь каждый день буду делать то, что мне скажет мое время, скажет мое сердце. Для меня в Беларуси это мой дом, это моя родина. С таким всегда веселым, хорошим настроением, и она всегда готова и песню спеть, и всегда с молодежью встретиться, и пообщаться. И действительно это очень приятно, и для молодежи это очень важно и очень дорого. Напомню, что незадолго до Дня Победы во Дворце независимости в Минске президент вручил Валентине Барановой орден почета. Тогда в знак благодарности главе государства она прочитала проникновенные стихи о стойкости военного поколения. Польские дальнобойщики перекрыли три погранпункта с Украиной. На эту отчаянную акцию они пошли в знак протеста против неравных условий труда с украинскими перевозчиками. Не подчиняясь европейским стандартам, те намеренно снижают цены на услуги, вытесняя тем самым с рынка конкурентов. Дальнобойщики перехватывают заказы и перевозят грузы уже как внутри Польши, так и в третьи страны. Протестующие требуют отменить введенный ЕС транспортный безвиз для Украины. Сейчас польские водители пропускают только один грузовик в час, за исключением транспорта с гуманитарной помощью, животными и скоропортящимися продуктами. Планируется, что блокада границы продлится до 3 декабря. Но если власти не прислушаются к требованиям дальнобойщиков, то и дольше. Израильская армия продолжает наносить удары по газе. Сейчас самые ожесточенные бои она ведет в центре города. Обстрелы идут как с земли, так и воздуха и моря. Они уничтожают целые кварталы по всему Анклаву. Причем южная часть сектора также подвергается бомбардировкам, несмотря на приказ Израиля населению эвакуироваться туда с севера. Но даже под обстрелами плохо оснащенные спасательные команды в секторе газа изо всех сил пытаются вытащить выживших и пострадавших из-под завалов. Они используют то немногое топливо, которое у них еще есть, чтобы машины скорой помощи могли как можно быстрее добраться к месту происшествия, где им приходится вручную выкапывать выживших. В Португалии разгорелся крупный коррупционный скандал, жертвой которого стал премьер-министр страны. Антонио Кошта сообщил, что подает в отставку. Шокирующее заявление прозвучало через несколько часов после того, как португальская полиция арестовала главу его администрации, еще несколько высокопоставленных чиновников и провела обыск в офисах правительства. Их подозревают в злоупотреблении при выдаче разрешения на добычу полезных ископаемых и строительство крупных предприятий. Следствие не исключает, что в махинациях участвовал и премьер Португалии. Однако Антонио Кошта отвергает все обвинения в свой адрес. В Калифорнии сильный пожар уничтожил ангар для дирижаблей времен Второй мировой войны. Сооружение являлось одной из исторических достопримечательностей США. Там снималось множество телевизионных шоу и голливудских фильмов и стало популярным местом у многочисленных туристов. Пламя по пока неизвестным причинам вспыхнуло ночью и мгновенно охватило весь ангар. Прибывшим на место спасателям пришлось ждать, пока не рухнет крыша, чтобы вплотную приблизиться к огню. Как заявили в экстренных службах, несмотря на все их усилия, на ликвидацию пожара может потребоваться несколько дней. Не прожигать свою жизнь призывают спасатели с целью напомнить, что курение в постели. Основная причина пожаров в нашей стране. Спасатели сегодня запускают информационно-пропагандистскую кампанию. Они отправятся на предприятия, в учебные заведения, места массового пребывания людей, чтобы рассказать, как избежать гибели от неосторожного обращения с огнем. Работники МЧС проведут интерактивную беседу с участниками акции, покажут фильм жертвы пагубной привычки, а также видеоролики о последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности. Все желающие смогут отказаться от курения и поменять сигареты на ценные призы и подарки. Гомельчанин создает коллекции одежды и старых вещей. С ними дизайнер покоряет подиумы не только в Беларуси, но и в России. Неактуальный жакет, который десяток лет пылился без дела, начинает новую жизнь. Его элементы мастер использовал сразу в нескольких моделях одежды. Образ дополняют яркие нашивки и принты. Дизайнер держится на пике модной волны. Вторичное использование вещей – мировая тенденция. Мы дизайнеры на своих местах локальные такие. Мы можем старую одежду свою перерабатывать, своих друзей и родственников, где-то в секонд-хендах находить эту одежду. И само осознание того, что ты хоть капельку какую-то вкладываешь в защиту окружающей среды, это осознание все равно греет. В таком стиле модельер выпустил уже несколько коллекций. Они покорили жюри фестиваля конкурса «Мельница моды», в котором мастер принимает участие уже 15 лет. Заботы об экологии автор старается привить и молодежи, преподает в лице и учится сдавать из обычной одежды дизайнерские вещи. Мобильный каток у Дворца спорта в Минске планируют открыть уже на следующей неделе. Старт сезона запланирован на 17 ноября, однако все будет зависеть от погодных условий. Лед требует температуры воздуха близкой к нулю. В этом году мобильному катку на Немеге исполняется 15 лет. С поздней осени до весны его посещают приблизительно 70 тысяч человек. Площадка традиционно работает без выходных с утра до позднего вечера.